Здравствуйте, дорогие зрители! Данный видеоролик состоит из фотографий, которые я делал на Lenovo Vibeshot. Его цель – показать качество, насколько хорошо этот аппарат фотографирует. В принципе, никаких профессиональных настроек не использовалось. У нас использовались две кнопки. Первая кнопка, которая находится на торце, с помощью нее делалась фотография. Ну и вторая, в принципе, не кнопка, а при фотографировании близких объектов несколько раз я нажал на них на экране для того, чтобы на цветок сфокусировался телефон. Ну и, собственно говоря, все. А ниже к этому видеоролику будет добавлена ссылка, которая будет вести на Яндекс.Диск, где будут находиться оригиналы этих фотографий. Фотографии делались в максимальном разрешении, в максимальном качестве. Поэтому они достаточно много весят. В принципе, это можно понизить. Ну, так как у него 32 гига обстроенной памяти, я не вижу особого смысла в этом. Несколько фотографий из этого ряда были удалены. Ну, в основном, потому что это были там какие-то личные фотографии, смазанных там, буквально парочка была, которые я удалял. Насколько хорошо или плохо с точки зрения профессионального фотографа все это дело выглядит, ну, я не скажу. Я не профессиональный фотограф. С точки зрения человека, который не пользуется фотоаппаратами, как вот вообще, да, единственный фотоаппарат, который я брал, это Sony Cybershot X30 для подводной съемки на Красном море. Ну, по-моему, телефон фотографирует очень хорошо. Единственное, что не понравилось, это чуть позже будет еда, когда вот непосредственно еду фотографируешь, он понимает, что это еда и как-то вот красок добавляет. Ну, вот экран, например, там выглядело, ну, как-то вот совсем неестественно, что ли. В остальном все очень понравилось, учитывая то, что была паспортная погода практически все время съемки. Ну, очень даже неплохо. Хотя, ну, не мне судить. Вы посмотрите, приблизьте фотографии, посмотрите пиксели, там, не знаю, зернистость, незернистость. Ну, и с другой стороны, ребят, ну, он стоит, там, что-то где-то в районе 11 тысяч, если не ошибаюсь, на Али, он получается. Если делать кэшбэк, так, ну, что, ну, там вообще цена вводит 10 тысяч, ребят. Это телефон за 10 тысяч, по-моему, очень-очень-очень неплохо. За 7, я думаю, моя болтовня вам уже поднадоела. Включу я, наверное, какой-нибудь час аудиоряд, если он еще не играет. Пытаюсь ознакомиться я с программой, которая нарезает фото. Все-таки вот немножко не моя эта тематика, у меня совершенно другая занятость. С другой стороны, хочу сообщить то, что открылась группа ВКонтакте. В этой группе будут выкладываться фотографии и обзоры реальных товаров. Да, ну, мы все прекрасно понимаем то, что фотография товара, как ее видит продавец, и какая она приходит, ну, очень разные вещи. Поэтому только оригинальная фотография, оригинальные отзывы, да, покупать, не покупать. Магазины разные. То есть, это и Али, и Асос, да, то есть, ну, вступайте. Есть чем похвастаться, пишите, размещу, да. Скоро там будут разнообразные розыгрыши. Там товары на обзоры, я думаю, может быть, какие-то смогу покупать, да, потому что вот, а с вас там будет видео с фотографиями, ну, там какая-нибудь писанинка. Ну, почему бы нет? За 7, думаю, все. В группу вступайтесь, на видео подписывайтесь, обзоры смотрите. Ну, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok